Илья Клюкина Я сейчас буду рассказывать вам кейс по стоматологии Кубани Работая с августа месяца 2011 года Систему лояльности используем с 20 сентября 2016 года За этот год у нас очень хорошие результаты Очень хороший прирост по клиентской базе в течение года Финансово есть процентное соотношение прирост Мы ушли от скидок, которые до системы лояльности использовали полностью Ушли полностью от рекламы внешней И за счет этого мы сэкономили много денег На рекламе мы сэкономили за год порядка полмиллиона рублей А на системе лояльности по обороту Если брать с 20 сентября прошлого года Порядка двух миллионов оборотных средств Дополнительно принесла нам система лояльности В принципе сложности нет Система настолько простая Сложность была в том, что мне самому сначала надо было разобраться Внедрять в свой бизнес Ну что я и сделал Я за 10 дней разобрался Пригласил помочь мне ребят, которые уже используют эту систему И мы донесли персоналу информацию В одной стоматологии два часа, в другой стоматологии два часа И система лояльности готова и работает по сей день Она очень классно работает Мне очень нравится Как происходит Приходит нам клиент в клинику Подходит к администратору Заполняет там договор Ну как положено все необходимые документы Идет к доктору на прием Ну на консультацию или прием назначенный После приема уже доктор определяет Какая стоимость была лечения И пациент подходит к администратору И администратор спрашивает у пациента Хотели бы вы получить скидку в нашей клинике Если у пациента нет еще нашей скидки Если им друзья не передали То значит происходит так Пациенты обычно все хотят скидку Тогда администратор предлагает скачать наше мобильное приложение И получить скидку уже от нашей клиники Все с удовольствием скачивают И таким образом получают скидку кэшбэк После этого проводят по геймкассе Необходимую операцию финансовую И пациенту накапливается кэшбэк в размере 10% И после этого администратор спрашивает А хотели бы вы лечиться в нашей клинике Бесплатно? Ну все пациенты У них небольшой шок в глазах Как это бесплатно? Это плохо? Или что это? Нет, это не плохо Это наоборот хорошо Просто клиника вам предоставляет Возможность лечиться бесплатно По этой системе лояльности А что для этого надо сделать? Вопрос пациента возникает Просто необходимо нашу электронную дисконтную карту Передать своим друзьям, родственникам, знакомым И они когда придут к нам лечиться То вам начислятся проценты в виде кэшбэка В виде баллов Получается предприниматель делится своими оборотными средствами В каждом уровне у нас есть определенный процент Накопив баллы вы можете абсолютно прийти Сто процентно их потратить И полечить зубы за баллы То есть бесплатно Более точные цифры Я могу посмотреть в мобильной версии Я свой бизнес вообще отслеживаю очень легко и просто В мобильном телефоне, в мобильном приложении У меня все цифры в админ панели За период, скажем, с 20 сентября и по сегодняшний день У нас зарегистрировалось клиентов В системе лояльности 2590 человек На руках баллов у них сейчас 683 799 72 Люди придут к нам в клинику тратить эти баллы И не просто потратят баллы Но еще дополнительно приносит деньги ко мне в бизнес И мне очень нравится эта система лояльности еще тем Что получается люди меня рекомендуют Не просто приносят ко мне деньги в бизнес Но и занимаются тем, что меня инвестируют в моем же бизнесе Они мне оплачивают 100%, а я им начисляю баллы, кэшбэк И пока они не пришли, не забрали эти баллы А мы говорили, что к нам люди приходят раз в год В лучшем случае, то в течение этого периода Я вот эти 683 тысячи, да, я их прокручиваю в своем бизнесе И дополнительно еще зарабатываю деньги Оплат прошло у нас за весь период 2938 На 11 миллионов 100 тысяч 1300 человек активных Это тех людей, кто хотя бы раз оплатил у нас услугу Если сравнить оплаты и количество Сколько пациентов пришло и оплатило То получается, что больше чем в 2,5 Ну, считай, три раза больше оплат, чем самих пациентов пришедших И благодаря этому я понял, что ко мне пациенты Пришли три раза за год И благодаря этой системе я их замотивировал Акциями, которые у нас проходят По имплантологии, по гигиенической чистке зубов По рекомендации я смотрел в браузере Систему отслеживал Я смотрел с четвертого уровня С четвертого уровня рекомендаций У меня пришло больше 2 миллионов денег То есть, ну, оборотных средств Получается, после четвертого уровня Количество человек, которые хотя бы раз оплатили Где-то около 700 Система рекомендаций настолько хорошо, эффективно работает При успешном внедрении в начальных этапах Правильном, грамотном внедрении Просто система классная Я просто уже во многих бизнесах видел, как работает эта система Принципиальной разницы такой какой-то нет Как бы система рекомендаций Она в любом бизнесе работает в принципе одинаково Только разница в том, что какой это бизнес Какая сфера услуг или товаров У нас в медицинском бизнесе Отличие только в репотребляемости То есть в возвращаемости пациентов В стоматологию Вот как часто вы ходите в стоматологию? Раз в год, ну в лучшем случае, правда? Бывает раз в два года Поэтому здесь репотребляемость низкая И говорить о цифрах Ну на короткий период Ну как бы нет даже возможности Даже проанализировать Я анализировал наш бизнес Спустя полгода Цифры были тоже еще Ну не такие, чтобы для анализа А вот как прошел год Мы вот проанализировали эту систему И посмотрели Сколько же поделилось у нас Получается Наших пациентов уже лояльных Сколько они раздали нашу электронную дисконтную карту Сколько денег принесли Сколько раз пришли к нам наши пациенты Сколько воспользовались акциями раз Ну то есть это уже можно отследить уже в полной мере Год это мало Потому что возвращаемость пациентов раз в год Да? В лучшем случае Поэтому самые нормальные цифры Я так понимаю Надо смотреть в течение двух лет Эта система лояльности DSGAM Она как бы долгосрочная очень Говорить о ее какой-то окупаемости Быстровозвращаемости Ну в разном бизнесе разные получили В нашем бизнесе мы должны понимать Кто нам приносит деньги Это наши пациенты Кто нам может мешать строить наш бизнес Это наш персонал Который может саботировать Либо делать или не делать Какие-то необходимые вещи Которые мы прописываем В должностных инструкциях Поэтому здесь очень важно Изначально договориться с своим персоналом Это важно в любом бизнесе Если с персоналом договорились И он работает То эта система лояльности Будет очень хорошо работать Если изначально не договорились И не приняли ответственность За эту систему За свой бизнес Тогда Ну это же не волшебная таблетка Вели ее и она работает Нет, тут надо Немножко поработать самому Изначально Ну как я и сделал На начальных этапах Я поработал И в течение года В принципе я только просто Отслеживаю цифры Смотрю оценки И все